Фермерам Аргейбского района от Огагаузии и Тараклии будет оказана финансовая помощь в кратчайшие сроки. Об этом заявил координатор политического блока Шор Илон Шор в ходе онлайн-встречи с сельхозпроизводителями в Аргеве. Он подчеркнул, что объем инвестиций в плане мер по спасению сельхозотрасли 22 миллиона леев. Илон Шор уверен, эти средства позволят аграриям погасить долги и реализовать свою продукцию. План мер, по словам Илона Шора, разрабатывался на основе рекомендаций, подготовленных командой экспертов Лекс Экон Консалтинг во главе с экс-министром экономики Октавианом Калмыком. Он предусматривает выплату компенсации по целому ряду позиций. Заявки на получение компенсации будут рассматриваться в самые сжатые сроки. Чтобы получить эту компенсацию, необходимо написать официальное опрошение в районный совет. И в течение одной недели на вас выйдут специалисты из фонда помощи, к которому обратится районный совет. И вам будут перечислены деньги на счет. Илон Шор добавил, что сейчас уже разрабатывается план поддержки для фермеров на 2024 год. И он будет значительно больше нынешнего. Экс-министр экономики Октавиан Калмык на встрече с фермерами детально рассказал им, какие компенсации в каком объеме предусматривает разработанный механизм поддержки. На первом этапе будут выделены компенсации по одному лею за 1 кг пшениц и семян подсолнечника, урожая прошлого года, которые накопились на складах у фермеров. Я предложил субсидировать по одному лею за килограмм обеих культур урожая 2022 года. Бюджет составит более 22 миллионов леев на это предложение. Механизм внедрения через местную публичную власть, которые свяжутся с каждым из вас, определят объемы продукции, которые содержатся на хранении и порядок продаж. И после заключения контракта на продажу вы получите эту компенсацию на свои счета. То есть это срочная мера, которая будет принята в самое ближайшее время. Что касается урожая зерновых 2023 года, который по прогнозам эксперта будет хорошим, и примерно на уровне 2021 года, Октавиан Калмут подчеркнул, что предлагаются компенсации из расчета на гектар площадей, засеянных зерновыми культурами. Эта мера поможет компенсировать разницу, возникшую из-за роста производственных затрат, молдавских аграриев и потери рынков сбыта, с одной стороны, и снижение региональных цен на зерно ниже себестоимости, с другой стороны. Также фермеров заинтересовало предложение о компенсациях за хранение фруктов и овощей в холодильных камерах и на покрытие расходов по удобрениям и дистопливу. В ходе дискуссии аграрии сообщили, что сегодня в помощи нуждаются и производители, которые специализируются на выращивании птиц и скота на мясо. Более того, как подчеркнул глава отдела сельского хозяйства и продовольствия районного совета Аргеева Анатолий Ецишин, есть проблемы с продажей фруктов на переработку, так как предприятия устанавливают цену во много раз ниже себестоимости продукции. Сельхозпроизводителям платят по 6-7 леев за ящик. Это абсолютно низкий уровень. Проблемы с летними сортами и яблок. Я думаю, что не только у меня, у меня где-то на консерве 100 тонн. Но думаю, что еще есть пермеры в районе и поблизости. Подводя итоги в комментарии для нашего телеканала, Октавиан Калмык подчеркнул, что ситуация в сельском хозяйстве сложная. Для сравнения, только в Аргеевском районе на складах у сельхозпроизводителей накопилось 350 тонн пшеницы и 450 тонн семян подсолнуха. Так что компенсации окажут им реальную помощь. Они получат прямые финансовые поступления на счетах. И это им даст возможность заложить уже свои инвестиции в следующий урожай. Есть все возможности обеспечить предсказуемость агропроизводителям. А мы понимаем, что Республика Молдова в настоящее время живет за счет сельхозпроизводства. Как подчеркнул по итогам встречи с фермерами координатор политического блока Шор Илон Шор на своей странице в Facebook, в помощи нуждаются все аграрии страны. Он сообщил, что решение будет найдено в течение одного месяца. Поскольку фермеры всей страны ждут реальной помощи, вместе с моей командой мы ищем решение для расширения финансовой поддержки на всей территории Республики Молдова. Речь идет о нескольких сотнях миллионов леев, столь необходимых сейчас для спасения всей сельхозотрасли. В течение месяца мы дадим положительный ответ сельхозпроизводителям всех регионов страны, подчеркнул Илон Шор. Напомним, 6 июля эксперты Lexicon Consulting представили план конкретных мер, которые, по их мнению, спасут аграрный сектор Молдовы от банкротства. Они предложили властям реализовать этот механизм поддержки для помощи сельхозпроизводителям Аргеево-Пторакли и АТО Гагаузия, включая создание спецфонда. Позже на эти предложения отреагировал координатор политического блока Шор, который написал на своей странице Facebook, что готов оказать финансовую поддержку сельхозпроизводителям, находящимся на грани банкротства. Илон Шор заявил, что уже определил финансовые решения для помощи аграриям Аргеевского и Траклийского районов, а также АТО Гагаузия, в том числе, на компенсацию в размере одного лея на килограмм пшеницы и семян подсолнечника, находящихся на складах сельхозпредприятий, на компенсацию за гектар, засеянный зерновыми культурами, за количество произведенной продукции, а также за хранение фруктов и овощей в холодильных камерах. Комментируя предложенные экспертами, план поддержки аграриев госсекретарь Минсельхоза Василий Шарбан заявил, что Министерство сельского хозяйства знает, какие шаги нужно предпринять, чтобы помочь аграриям. Но главная проблема – нехватка финансовых средств. По его словам, сейчас ведомство ведет переговоры с внешними партнерами по развитию по вопросу предоставления Молдове финансовой помощи в сельском хозяйстве. При этом госсекретарь подчеркнул, что правительство уже предприняло ряд мер по поддержке фермеров, среди которых стопроцентное возмещение акций за натопливо, которое поступит из Румынии, а также уже выделенные аграриям 200 миллионов леев дополнительно для компенсации производственных потерь. Ежегодно в Молдове засеивается около 1 миллиона 600 тысяч гектаров сельхозугодия, из них около 1 миллиона гектаров с зерновыми и зернобобовыми культурами, из которых 330 тысяч – это яровая и озимая пшеница, 55 тысяч гектаров – ячмень и около 520 тысяч гектаров – кукуруза.